Я согласен с тем, что война должна продолжаться. И война ведь идет не на Украине, а вокруг Украины. И мы воюем со всем миром. Но весь мир такой, ой, вы знаете, мы оружие поставлять будем, но сами в этом участие принимать не будем. Да принимают они участие. На месте всех генералов проверить свой личный состав, проверить свою технику, как она. Это правильно. И они этим занимаются. Но правда, если мы честно говорим, что да, мы воюем со всеми вами вместе. Они такие, ой, нет, мы нет, мы вот как, мы так вот на полшишечки. А все почему? Все потому, что понимают, когда мы закончим на Украине, а мы обязательно закончим на Украине. При всех этих криках и истериках, ой, они собрали 300, боже, боже. Ну, во-первых, 300 они соберут только к концу этого года, потому что выяснилось, что производства там у них нет. Когда я говорил в 21-м году, одно из первых моих выступлений было о том, что Россию победить невозможно, потому что мы сохранили все компетенции. Худо, бедно, но они у нас есть. А тут выяснилось, что у них нет компетенций. Нужны танки? Ну, мы вот можем собрать. А новые? А новые мы не можем собрать. Нам нужно эти компетенции все возобновить. Нам нужна рабочая сила. А рабочей силы уже нету. Почему? Ну, потому что это же не зеленая повестка дня танки-то делать, да? Там где-то Тумберг, ей надо уординг, кстати, дать. Грамоту и уординг, что она вот такая молодец, она внесла решающий, решучий вклад в, скажем так, в демилитаризации Европы. И вот когда все там собранное с Европы, а не на Украине, там все это пропадет, там же сейчас шутка ходит. Наши там объявили какие-то сумасшедшие деньги за какие-то премии, какие-то губернаторы. Так, а Клы говорит, ребята, дайте коридор, мы все это вам привезем. Зачем это все ломать? Только предоплата. Вот сейчас, наверное, люди там решают, делать предоплату или через какие банки это проводить. Шутки шутками, но на самом деле вся Европа офигевает от того, что будет. Когда Россия решит все вопросы на территории Украины. Вот что будет с Европой? Танки все отдали. Все имеющиеся танки отдали. Все запасы поотдавали. Ну там есть трохи для СЭБа. Ну и это там пытаются у них вытащить. Ну вот. И что им делать? Не давать тебя там скажут, что ты не за ценности гуманные. Ну приходится хлопать этому клоуну. Это же общемировая повестка дня. Ну что? Россию-то непобедим всем пиндец придет. И они правы. И все понимают, что то, что каким будет Европа, какой будет Европа, зависит от нашего верховного главного командующего. В каких границах, кто что. Вот вы заметили там последние гастроли этого клоуна? Там цирк приехал в Брюссель, по-моему. Ну так Орбан ему не стал хлопать. И Орбан молодец. И когда мы на границу выйдем, у Орбана будет превенция нематериального характера, которую могут выразиться, может в новых территориях. А может не только у Орбана, а еще и у Австрии. Австрия же говорит, не-не, мы на своих полигонах тренировать ваших упырей не будем. И оружие мы вам не дадим. Венгрия, Австрия. Где-то уже словосочетание-то было, да? Австрия, Венгрия. Может быть, вот то, о чем мы говорили еще прошлой весной. Европу ждут сильные потрясения, а воевать будет неким. И не факт, что те украинцы, те славяне, которых все говорят, давайте мы их потренируем, мы потренируем там этот, и они вернутся на Украину. Ну нет, такие отморозки нужны самим для себя в условиях фрагментации Европы. Ну вот, это то, что Европу ждет в будущем. А мы должны это время использовать вот такого тихого, спокойного, нормального, вдумчивого наступления. Для того, чтобы здесь наводить порядки. Сейчас же вот надо снести Путина, надо снести Путина. Все об этом бегут, вот там студентам то не дали, это не дали. Ну вот он, для нас, для россиян, повторим ли мы ошибку 91-го года. Да? У меня сейчас многие говорят, ну вот же там люди погибают. Да, это война, там погибают люди. Война это всегда кровь, пот, грязь. А такая большая война против всего мира, это большая кровь, пот, грязь. Чем они виноваты? Ну может мы сейчас, вот мы сейчас платим за те 30 лет, которые мы прожили, как бы, вот, опьяненные этим запахом свободы. Не надо учиться? Пожалуйста. Не уважаемых учителей? Пожалуйста. У нас же демократия, плюрализма, мнений, гуманизма, так называемая. Да? Мы же всех любим. Ну вот долюбились всех. Когда ты большое государство, у тебя всегда есть враги или завистники. И все сохраняют с тобой партнерские отношения только потому, что от тебя что-то можно взять. Ресурсы на халяву. Еду на халяву. Когда Обама говорил, что мы, Россия, бензоколонка, возомнившая себя страной, так он был прав. Мы и были бензоколонкой для всего мира. Такой, как этот, какой, магазин, хостовары для всех. Никель, пожалуйста. Редкоземы, пожалуйста. Золото, пожалуйста. Берите, нам не жалко. И когда вот этот конфликт идет, он со всего снимает маски и одежды. Что Европа? Что с мордой? Халява закончилась. Боже, как это печально. И что там у вас в Страсбурге? Вот эта жизнь такая сытая. Тоже кончилась. Оказывается, если из России дешевого не брать почти на халяву топлива в домах холодно, ой, как печально-то. Продолжение следует.